Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Итак, собственно, у нас испытание на темного властелина Каталькана уже на втором уровне сложности. Будет чуть-чуть посложнее, но я думаю, мы на изи справимся. Опять же, переходим вначале в первую башенку, загружаем пред... как сказать... предустановку для отряда нашего. Пропускаем первые три боя и идем непосредственно только в четвертый бой. И потом снова три боя, идем в восьмой, пропускаем... я имею в виду три боя пропускаем, идем в восьмой. Потом пропускаем еще три боя, идем в двенадцатый. И так повторяем вплоть до пятой башни. То есть пятую башню мы уже будем полностью проходить. Бои с первого по третий, с пятого по седьмой и с девятого по одиннадцатый мы будем скипать с вами за... это... Ну, мы будем скипать с вами, короче, вы поняли. Чтобы, так сказать, сократить время нашего прохождения испытания. Ну, смотрите, они уже более-менее держат удар, я так скажу. Конечно, ты заблокируешь. Сейчас еще и первый спецприем. Нет, смотрите, первый не стал юзать. Окей, молодец. Это хорошо получилось. Получаем небольшой бонус по голде. Сколько там? Тысяч четыре, наверное, дадут. Три двести, даже меньше. Ну, ладно, окей. Тысяч три двести, так, три двести. Отправляемся с вами в бой номер восемь, следующий. Опять же, как я и говорил, скипаем три боя. И идем в восьмой. Здесь у нас Сони, Линь Куэй и Монах. Окей, не вопрос. Ну, поехали. Блин, все время в блоке просидел еще и контратаковал меня. Вот же наглый. Два раза контратаковал, причем, прошу заметить. Блин, тут еще случайная замена. Очень неприятное ограничение. Сейчас еще полетит первый спецприем. Давайте сразу его добьем, потому что нам тоже сейчас сменят перса, и мы сможем использовать тоже первый и добить последнего оппонента. 9600 урона с первого спецприема. Понимаю. Выжить от такого урона мало кто может. Получаем 4800 по голде. Замечательно. И отправляемся с вами на последний бой в этой башне, а именно бой номер 12. Так, скипаем опять же первые начальные бои. И отправляемся на 12-й матч. Восстановление здоровья у противника. Статов, кстати, у них более-менее уже приличное количество. Плюс восстановление здоровья. Ну, посмотрим, как себя покажет Джоник. Ну, мне кажется, он все равно будет проносить урона больше, чем они будут хилиться. Так что, собственно, им этот хил особо не поможет как-то. Ну, хотя он позволяет им прожить чуть-чуть дольше, чем они могут, в принципе, прожить. Ну, конечно, они дали мне накопить на этот... Мини-игра, короче, лаганула, как вы видели, я думаю. Сейчас нормально прошла, и даже через блок я могу добить противника. А там нанесся просто минимальный урон из-за того, что урон прошел раньше, чем мини-игра появилась. Такой баг иногда встречается в игре. Неприятный немного, но ничего не поделаешь. И особенности это встречается при записи. Я не знаю, почему, но без записи такой баг крайне редко получается. А вот на записи постоянно. О, 4,8 ляма накопили, но мы отправляемся с вами во вторую башню. Серебряные и бронзовые персонажи. Я бы хотел здесь загрузить предустановку челлендж 2. Да, подтвердить. Опять же, скипаем первые три боя, как обычно. И отправляемся с вами непосредственно в бой номер 4. Аштег сержант Кудзинь. Окей, понял, принял. Здесь по сравнению с этим... С минимальным уровнем сложности чуть больше статов у соперников. Поэтому бьем мы их чуть-чуть дольше. Но я думаю, что уже Кесси будет неплохой урон ливать. Больше, чем бронзовые персы в первой башне. Да, так и есть. Противники отлетают от одного-двух комбо. В зависимости от того, летит эта комбо в блок или не в блок. Изи-бризи. Первый оппонент у нас сокрушен. Первый оппонент ты, я бы сказал. А нас ждет восьмой бой. Так, шесть четыреста. Получаем. Хорошо. Нас ждет бой номер восемь. Скипаем же, соответственно, промежуточные бои. Потеря баланса. Я не помню, что это такое. Это либо случайная замена, опять же. Либо же это... Ну, скорее всего, это случайная замена. Я не очень люблю случайную замену, потому что меня принудительно заставляют играть за других персонажей в моем отряде. Но если я быстро всех вынесу до того, как мне успеет заменить перса, то, в принципе, эта замена не успеет совершиться. Но, скорее всего, она успеет совершиться. Ну, хотя бы давайте Они убьем. Все равно он истощит нас на количество силы. Выходит Джонни Кейш против своей женушки. Ну, конечно, она перебивает мою атаку после моей первой атаки. Да вы офигели, что ли? Че-то вообще все время бьет первая. Казалось бы, Соня против Сони, но почему-то вражеская Соня успела ударить меня быстрее, чем я ее успел ударить. Это очень странно. Хотя я, по сути, сменился, у меня должно быть преимущество на более быструю атаку. Как-то странно это работает, но ладно. Так, а мы отправляемся с вами на финальный бой в этой башне. Это бой номер 12. Поэтому, опять же, скипаем по-быренькому оставшиеся три боя. И отправляемся в бой номер 12. Против линькуэ, Джонни Кейджа и... Ээээ, как его? Кудзиня. Так, разберемся, наверное, с линькуэем в начале. И через первый спецприем добиваем Джонни Кейджа. Как бы изи-бризи. И вторая башенка у нас пройдена. Давайте получим наши монетки. Вроде бы там должны дать нам то ли 32 тысячи, то ли что-то в этом духе. Вроде бы 32 тысячи. За полное прохождение второй башни, если я не ошибаюсь. Это очень такая, знаете, приличная сумма. Особенно, если ты новичок и тебе надо паки за 30 тысяч монет покупать. Это чисто тебе за последний только бой в этой башне дают уже 32 тысячи. Это очень неплохая сумма. Да и даже если ты, допустим, открываешь паки за 70 тысяч монет, тоже позволяет неплохо голду подфармить, если вы не скипаете бои, как я. Вот так вот. Но мы переходим с вами, получается, уже к третьей башне, только серебряные персы. Поэтому поехали. Третья башенка. Соответственно, третья предустановка у нас загружается. Это, собственно, отряд из Джонни Кейдж, ой, из Кенши, из Скорпиона и Кудзиня. Пропускаем, соответственно, первые три боя. Как обычно, в четвертой башне мы тоже будем пропускать с вами бои. Здесь, конечно, уже очень сильно ударяет мне по финансовой составляющей моего золота пропуски боев. Но проходить я не хочу все бои. Это займет много времени, то есть мы будем проходить так испытания в районе часа или даже полутора часов. А скипая бои, можно пройти это испытание за 30-40 минут, как бы. То есть, грубо говоря, примерно в два раза быстрее. Так, добиваем сразу Сабыча. А почему на них появляются метки просто так? Я вот не понимаю. Вроде бы я же не проводил сейчас завершающий комбо-удар, почему на противнике метка появилась? Для меня это загадка. Уже не первый раз замечаю того, что на них метки почему-то автоматически появляются. Может, какое-то отражение урона работает или типа того? Фиг его знает. 9-600 получаем. Замечательно. И отправляемся за второй бой против Кенши. Собственно, опять же, скипаем три боя. Шестой тоже скипаем. И седьмой, соответственно, также пропускаем. Темная магия. Интересно. Опять против нас Кенши. Еще и Джонни Кейши. Значит, что у Кенши сейчас будет просто дофига здоровья. А точнее, плюс 55% к здоровью. Да и Кейси он, по сути, баф не так же здоровья. Поэтому это такая жирная команда получается у противника. Еще и темная магия. Ну да, неприятный такой бой для новичков. Мне-то ладно, мне пофигу как бы на то, что сколько там у них бы ни было. КП я их легко, в принципе, вынесу. Новичкам, может быть, этот бой сложноват. Которые там первое время только играют в игру. На тебе на соточку. 13 тысяч урона. Это в блок, видимо, прилетело. Потому что вне блока было бы урона в два раза больше. Так, и нас ждет, собственно, последний бой в этой башне. Это бой номер 12. И потом будем переходить в четвертую. Которую мы так же будем с вами скипать. Пропуск, пропуск и еще один пропуск, наверное. Восстановление. Соня Блэйд, Скорпион Кенши. Окей, не вопрос, поехали. В бой. Восстановление. Это постоянная регенерация здоровья у команды оппонента. Более чем уверен, что эта регенерация будет гораздо слабее наносимого... Наносимому... Наносимому... Господи. Наносимого мною урона. Я, как обычно, ночью не спал. Опять у меня запинки всякие в речи. Так. Давайте мы добьем Кенши. Ну или попытаемся хотя бы его убить. О, слава богу, он не успел накопить на первый спецприем. Ух ты, еще и завершающий комбоудар шотнул Скорпион. Вообще красота. У него там больше половины здоровья было. И чисто завершающий комбоудар снес больше половины здоровья. Скорпу. Вообще красотень. Красотень. Получаем свою награду. Именно души уже получаются. Да, 46 душ. И дальше направляемся в башню номер 4. В башне номер 4 мы будем с вами использовать уже, нет, не предустановки. Именно будем составлять отряд сами. Я думаю, мы возьмем с вами, допустим, как обычно, Мелин. Точнее, Скарлетов. И, соответственно, еще возьмем в качестве основного дамагера Мелину хищную. Здесь можно даже вот так вот сделать и, как бы, вызывать ее в начале матча против противника. Опять же, скипаем первые три боя, как обычно. Джеки Брикс, Кейси, спецагент уничтожения Соня Блади. Окей. Ах ты Блади, Соня! Ну, поехали. Ага. Тут у нас случайная замена, и я не могу заменить на Мелину. Блин, не успел использовать первый спецприем, уже меняют нам персонажа. Давай вот так сделаем, чтобы добить уже Соню, а то она меня сейчас бы ударила. На, получай, чё. Как бы изи-бризи. Даже персонаж, по сути, практически без слияний может легко победить оппонента. Тупо алмазный перс без слияний, грубо говоря. Ну, или с одним слиянием, чё-то в этом духе. Либо это была Син Скарлетт, либо это была МК-11 Скарлетт. Я так и не понял, какая именно из Скарлеттов вышла. Так, ну а мы направляемся с вами к бою номер восемь. Тёмная магия. Понял, принял. Поехали. Очень неприятное ограничение, конечно, в этом испытании. Тёмная магия. Чё ещё? Случайная замена. Чё ещё там было? Чё-то ещё мерзкое было. Восстановление здоровья. Такие, знаете, очень неприятные ограничения для новичков. Хотя, по сути, испытание старенькое, но противники достаточно серьёзные на высоком уровне сложности именно для новичков. Зачем я постоянно дерусь сначала за Скарлетт, если можно спокойно убить противников вот таким образом за Мелину? Тут, мне кажется, блокируйся, не блокируйся, всё равно я ваншотнул. Поэтому как бы пофигу. Откуда у Мелины так мало здоровья осталось? Неужели её так задамажили обычные противники? Чё-то не верится особо. Она, конечно, у меня не десятого слияния, но всё равно. Так, и нас ждёт последний бой в этой башне. Это бой номер двенадцать. А дальше будем уже полностью проходить с вами последнюю башенку. Так, скипаем, скипаем. И направляемся с вами в бой против Джонни Кейджа, скорбной китаны из Кесси, спецагента. Поехали. Кстати, чтобы сэкономить энергию, можно будет сразу же сыграть за разных Кану. У них там, наверное, чуть-чуть уже восстановилась энергия. Ну и первый спецприём Юза, и мы добиваем кести спецагента. Тут как бы изи-бризи. Ну и четвёртая башенка у нас пройдена. Осталось только пройти полностью пятую башню, ибо там уже пропуски не за монеты, а за души производятся. Это невыгодно, скипать за души. Последнюю башню надо проходить полностью. Так что получаем свою награду в виде серебряного пака, в котором бесполезные для нас карточки, к сожалению, опять же. Ну и направляемся с вами в последнюю башню пятую. Ваша матрица должна быть золотой или алмазной Кану. Поехали! В принципе, это не проблема, поэтому мы просто возьмём сейчас, поставим Каночей наших золотых и алмазных. Фильтры. У нас стоит фильтр на бронзу или нет? Я вот не помню. Не, не стоит. У нас чисто золото. Тогда это хорошо даже в некотором плане. Я возьму каких-нибудь, допустим, Кабала, Чёрного Дракона. Возьму также Кану. Какого-нибудь. Пусть это будет Кану Команду. Сейчас я его только найду. Так, это классический. Это не то. Вот у нас Кану Команду. И возьмём в качестве основного дамагера, какого-нибудь Перса, за которого мы ещё не играли. Кто из сильных персонажей это у нас? Ну, допустим, Элина Классическая, да? Ну и поехали в бой. Был Грома Рейден, Скорбная Китана. Сыграем сначала три боя за Кану, у которых нету энергии, а потом будем уже за... Эту восстанавливать за рекламку энергию. Чтобы, так сказать, сэкономить немного душ. Здесь уже противники более серьёзные, с ними придётся немножко повозиться. Они даже от одного комбо, от Золотого Перса не отлетают. Толмазки, может, и отлетают, но не от Золотого. Так, хорошо за первого Кану, чем мы отыграли. Теперь меняемся на второго Кану. Изменить, конечно же, второй Кану, пожалуйста. Это у нас будет Кану Классический. Сейчас я его найду только. Так, Кану Классик, Кану Классик. Сколько же у тебя там атаки? Вот он. Ну и всё, остальное то же самое оставляем. И поехали в следующий бой. Потом на Алмазного также сменимся, а дальше уже придётся за рекламку восстанавливать энергию. Ну, либо можно тратить душу на восстановление энергии персонажем, но это невыгодно. Поехали разберёмся с Джаксом, в первую очередь. О, критануло. Хорошо. Ну, команду Кану, я думаю, вообще-то одного с обычной комбинацией отвалится, потому что он не обладает каким-то особо большим выдающимся запасом здоровья. Скорее наоборот. Так, и нам нужно заменить сейчас на последнего Кану, который у нас имеется для возможности прохождения этого испытания. Это Кану... Чёрный дракон. Поехали в бой. Продолжение следует... Так, разберёмся сначала с Джонни Кейджем. Ну, давай, такой. Минус один. Хорошо, блин, поджог дурацкий. Так, закидываем пару саев в Саб-Зеро. Блин, он ещё выживает. Вот засранец, конечно, какой. Ну, и здесь у нас очередная победка. Так, ну и теперь нам надо смотреть рекламу, чтобы восстановить энергию Кану и заодно поменять отряд, поэтому сейчас я посмотрю и вернусь к вам. Ну, собственно, восстановил я энергию и поставил вот такой вот отряд, который мы будем уже играть с вами до конца матча. Я бы мог, конечно, терминатора-защитника поставить вместо Смоука, но решил, что если всё-таки кто-то использует спецприём случайно против Шоу Кана, он, собственно, выйдет, отблокирует этот спецприём, и мне придётся некоторое время играть за терминатора, что затянет у нас прохождение, поэтому не стал выбирать терминатора-защитника. Если бы он был, конечно, у меня десятого слияния, никаких таких проблем бы не было. Ну, или хотя бы, не знаю, там, четвёртого или пятого. Ну, я, наверное, буду играть по предыдущей схеме, какой я играю всегда, то есть просто через первые спецприёмы. Я думаю, это будет максимально быстро, чем пытаться зачем-то там их бить обычными ударами. Ну, я буду и обычными драться, если там будут какие-нибудь воскрешающиеся противники, тот же Саб-Зиро, Джейсон, Чернокнижник Куан-Чи, Джейсон Слэшер, Джейсон Неостановимый. Как бы всё в таком духе. И у нас как раз вроде у меня осталось сегодня ещё три рекламки, то есть я одну посмотрел утром, когда проходил башню, одну я посмотрел, получается, сейчас, и осталось ещё три. То есть нам должно хватить как раз-таки ровно на испытание это, для восстановления энергии. И будет всё зашибись, в принципе. Сразу минус первый. Так, здесь бы прицелиться, потому что удар идёт явно в блок. И здесь тоже желательно прицелиться, но по возможности. Это не супер критично, что если я там попаду в блок и не убью противника, я могу его потом просто обычными ударами загасить. Но хотелось бы, конечно, всё-таки добивать их первым. Двадцать душ. Неплохо так, на самом деле, насыпали от души. Это был уже пятый, да, это был пятый матч. Вот почему души насыпали. Сейчас играем с вами шестой, смотрим снова рекламку. Потом играем до девятого, потом играем до двенадцатого. И последние тройку боёв играем до пятнадцатого боя. Между каждыми тремя боями я буду смотреть рекламку. Для вас её, конечно, буду вырезать всегда. Потому что зачем вам её смотреть? Поехали. Да-да-да, можешь выпендриваться сколько хочешь там, братан. Наслаждайся. Зато я таким образом сэкономлю себе лишние, так сказать, двенадцать душ. То есть четыре рекламки это двенадцать душ. Ну, либо я мог, конечно, там вставлять разные отряды. И потратить всего там четыре души, а не двенадцать. Ну, это такое, как бы. Это менять постоянно всё надо. Отряды такой себе. Плюс у меня там у многих героев уже нет энергии. Придётся брать более слабых и более дольше проходить, короче, эти бои. Поэтому я просто буду глядеть рекламки. Изи! Идём дальше. Главное, чтобы рекламки мне не запороли игру, как это бывает иногда у них. Ну, чтобы я имею в виду, в смысле, игра не вырубилась во время просмотра рекламы, не перезагрузилась и, как бы, энергия восстановилась. Потому что иногда она может не восстановиться, иногда игра может зависнуть во время просмотра рекламки. Но такие баги не часто случаются, особенно если ты перезагружаешь игру перед тем, как посмотреть рекламу. А я перезагрузил. Так, и последний первый спецприём. До свидули. Вообще изи, пока проходят бои без вообще какого-либо напряга. Здесь победка. Косарь 200 получаем. Замечательно всё у нас. И отправляемся с вами на следующие два боя. Ермак дух... О, чернокнижник. Духа придётся обычными ударами выносить. Ну ладно, попробуем. Глядишь, не защиту не будут ставить. Противник не будет ставить первый. Если не поставит блок сейчас, в начале матча было бы очень неплохо. Я бы тогда его просто обычным комбо вынес. С большой долей вероятности. Пожалуйста, не ставь блок. Спасибо. Ну а теперь просто первые спецприёмы опять же полетели. Тут всё просто. Да-да-да-да-да-да, братан. Пытайся, пытайся. Глядишь, может как-нибудь и получится. Очередная уверенная победка. Двигаем с вами дальше. Вот таким отрядом мы будем пушить с вами до конца башни. Чтобы не менять, чтобы не тратить вздаря время. Итак, приходится смотреть рекламки, тратить несколько минут на это. В совокупности всех просмотренных реклам, там минуты 2-3 выходит где-то. Учитывая, что каждая реклама в среднем идёт по 30 секунд. Плюс ещё несколько секунд там ждать, когда восстановится эта энергия. Пока загрузится реклама, пока её закрою и так далее. Так, поехали в бой. Минус первый сразу сходу. Да-да-да, пытайся, пытайся. О, успел. Успел проюзать первый спецприём первее, чем у меня. Огонь истощил силу. Это замечательно. Люблю вот именно за это шалкана. Поехали дальше. А, да, чё дальше? Надо восстановить энергию сейчас заново. Сейчас восстановим. Поехали с вами на следующие три боя. Классический Саб-Зиро, Джакс и Кемши. Скорее всего, пять удержимых. Но может быть и Мастер Баланса, фиг его знает. Я особо не посмотрел, кто там будет. Но у нас до финала осталось с вами всего каких-то жалких шесть боёв. Это один раз ещё посмотреть рекламку. И, в принципе, всё будет изи-пизи. Выносим первого противника. Выносим второго противника. Если я вижу, что я попадаю вне блока, я даже особо не целюсь молотом. Потому что я знаю, что у меня он пробьёт противнику 100% всё здоровье. Так, очередная уверенная победка. 26 душ последняя за бой с ограничением. Души до 15-го боя. Поэтому, да. О, там Скорпион, Кесси и ещё какая-то барышня. Соня, видимо. Это вообще лёгкий бой будет. Это буквально три первых спецберёма. Неважно, в блок, не в блок. Я их ваншотаю. Там только реально какие-нибудь персоиспытания. Либо персы из эксклюзивов могут как-то выжить после первого спецприёма через блок. Но это маловероятно, что они успеют выжить. Да-да-да-да-да, подруга. Наслаждайся. И то это, может быть, знаете, какой-нибудь, я не знаю, там, чернокнижник Уан-Чи. Какой-нибудь ещё перс, заточенный на здоровье. Из персов испытаний. Я даже не помню, какие там есть. Мелина классическая, наверное. Вот, кстати, чернокнижник. Помянешь говно, оно и появится. Но испытание всё-таки старенькое, поэтому статов у противников не очень много. И они, в принципе, все отлетают от первого спецприёма. Даже через блок. Поэтому каких-то особых трудностей, я не думаю, что у нас будет. Будут какие-то особые трудности. Конечно, ты заблокируешь, братан. Сейчас ещё и первый используют, да? Ну, конечно. О, у меня костяный щит сработал-то хорошо. Да-да-да, братан. Ну, как бы изи. Поехали дальше. Это у нас был второй или третий уже матч за эту энергию? Я что-то не посмотрел. Наверное, второй всё-таки. Нет, третий уже. То есть нам осталось последние три матча сыграть. Окей, сейчас восстановлю последний раз энергию и пойдём дальше. Так, ну поехали последние три боя. Я только что такую рекламу посмотрел. Это просто жесть. Реклама ТикТока, это просто ужас, конечно. Да и сам сервис, на самом деле, мне не очень нравится. ТикТок, это, знаете, такая ступень деградации, я бы назвал это так. Да, я не люблю ТикТок. Вообще не люблю. Потому что я не вижу никакого полезного действия в нём. Там просто все подряд кривляются и как бы... И так круто считается, серьёзно. О, хорошо, повезло мне сейчас с Абычем. Я случайно использовал у него первый спецприём, не хотел его юзать, но ладно. Окей. Поехали дальше. Люкан, огневые кулаки, пронизующие милина, инферно-скорпион, предпоследний бой перед боссом. И потом босс. Да, как-то так. Сейчас добиваем лошков, затем добиваем босса, который, в принципе, тоже лошок сам по себе. И испытание будет у нас на фулл пройдено. Ну, не на фулл, а на втором уровне сложности. Потом останется ещё старшего бога пройти, но это мы сделаем с вами завтра, скорее всего. Поэтому пока что идём через первый спецуху. Минус один. Сто процентов доп. урона это замечательно, но и здесь целиться даже не надо, потому что удар пришёлся вне блока. И это, опять же, легчайшая победа. Ну, а мы отправляемся на финальный матч против босса. Да, призывает стражников, но это мне не грозит. В принципе, тут даже если нанесётся минимальный урон без вообще каких-либо критов, со второго спецприёма он отвалится. Я думаю, он может выживать только от второго спецприёма, разве что на... И призывать при этом стражников, разве что на уровне сложности старший бог. И то только, наверное, где-то ближе к последним башням, и то, если я рентген не буду использовать, наверное. А так у него шансов выжить на самом деле нет. Поэтому просто юзаем второй спецприём, убиваем котеля сразу. Тут ещё и криты проходят. Оба крита. Это 200 тысяч урона. Это больше, чем 118, как вы понимаете. Там даже не 200, а 214 или что-то в этом духе было. Получаем ещё два куска монеты, и теперь получаем награду за прохождение испытания. А именно, за пятую башню мы получим 65 душ. За самого перса 54 души и 27 тысяч монет. Так, 65, теперь 5400 за предмет. И 54 души и 27 тысяч монет за повторную карточку перса. Итого 1900. Нормально. И 4,48 ляма по голде. Великолепно. Вы прошли испытания на высоком уровне сложности. И вы сильнее, чем ожидалось. Теперь вас ждёт испытания на уровне сложности Старший Бог, которые могут пройти лишь избранные. Достойны ли вы? Итак, какие у нас требования для уровня сложности Старший Бог? Золотые и алмазные персы. В вашем отеле должны быть Кано и Джейсон Вурхиз. Интересно. В вашем отеле должны быть только персонажи из преисподней. Интересно. И, как бы, две последние башни с повторными требованиями, как и для второй и третьей. Ну, понимаю, понимаю. Окей, в принципе, это будет интересно. С Джейсоном Вурхизов и Кану поиграть. Это забавно. Это забавно. Ну, ладно. На этом я буду тогда пока что с вами заканчивать. А на этом с вами был Ник. Большое вам спасибо за просмотр. Удачи. До скорых встреч. И мы ещё увидимся. А на этом всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok